Я расскажу о себе. Я бы, конечно, хотела сделать презентацию в формате Стива Джобса, 10, 20, 30, 10 слайдов, 20 картинок, 30 шрифтом, но, к сожалению, обе подтемы моей темы такие большие, что их просто так не развернешь в 10 слайдах. Давайте я расскажу немного о себе. На данный момент я региональный репертер рекрутмент-центра Hunting Season и, кроме этого, развиваю проект по кадровому аудиту. Достаточно долго я работала в компаниях, более 15 лет, из них около 8 лет в компании федерального масштаба «Югория». Туда я пришла на должность регионального HR и ушла с должности начальника методологического отдела департамента по работе с персоналом. Методолог – это все вопросы, до которых не дошли руки у других отделов. В частности, оценка персонала, должностные инструкции, сложные увольнения и все прочее сложное, в том числе и бюджетирование. Ну и теперь давайте я перейдем к самой презентации. Могу добавить, что у меня первое образование – Новосибирский университет государственный, второе образование – Новосибирский технический университет, и сейчас я получаю третье образование. Так, немного о моей текущей компании, которая занимается различными проектами по привлечению высококвалифицированного персонала. Я предоставляю услуги по Сибирскому региону. Вот теперь давайте определимся с темой и тем, что мы будем обсуждать на вебинаре. Что такое HR-бюджет, кому и для чего он нужен. Рассмотрим мы следующие вопросы. Структура бюджетов управления персоналом, этапы формирования бюджета по персоналу, участие отдела управления персоналом в бюджетировании, ответственность HR и связь HR-бюджета и KPI. Но пока я, прежде чем я начну рассказывать дальше, поставьте, пожалуйста, в чат единичку те, кто сталкивался с бюджетированием в какой-либо форме, и двоечку те, кто не сталкивался. Ну, где-то 50 на 50 получается. Поэтому какие-то вопросы для людей, которые уже работали с бюджетированием, да, будут понятны и просты тем, кто сталкивается с этим первый раз. Полезно будет послушать и посмотреть. Все вопросы, пожалуйста, в чат. Я буду по мере того, как Александр их собирает, стараться на них ответить. Итак, из чего складывается HR-бюджет? То есть, из чего складываются затраты на персонал предприятия? Это бюджет расходов затрат и бюджет развития. Бюджет расходов затрат – это оперативные и тактические расходы. Бюджет развития – это стратегические планы. И там, и там могут лежать одинаковые статьи бухгалтерского, скажем так, или финансового бюджета, связанные с фондами оплаты труда, связанные с налогами, связанные с развитием, с приемом на работу. Разница в том, что стратегические планы – это планы будущего. То есть, это то, что может быть востребовано через полгода, через год, как вероятность. То, что надо начинать сейчас. В чем всегда особенность бюджетирования? Кто бюджетировал, тот знает. Начинаем бюджетироваться в августе, допустим, 2017 года. Кто бы знал, куда пойдет рынок в 2018 году, куда изменится тактическая политика руководства и что окажется необходимым. То есть, у меня в практике неоднократно были случаи, когда приходилось открывать филиалы, закрывать филиалы на протяжении одного года в разных местах, причем ни то, ни другое, ну, не смогли предусмотреть при бюджетировании, что было не очень хорошо. Если поговорить о структуре расходов на персонал… Так, я на радостях не сказала, что такое бюджетирование вообще. Да, что бюджетирование – это одна из составляющих систем финансового управления, предназначена для оптимального распределения ресурсов хозяйствующих субъектов во времени. И расходы на персонал, они входят в операционный бюджет. Базой для операционного бюджета являются бюджет производства, бюджет продажи продукции, бюджет оплаты труда, амортизационное отчисление, общехозяйственные и общепроизводственные расходы и расходы по налогам. Почему так важен бюджет расходов на персонал? Бюджет расходов на персонал – это прямые затраты предприятия. И в целом в прямых затратах выделяются три статьи – сырье, материалы, товары комплектующие, операционные расходы, заработная оплата основного персонала. Так вот, заработная оплата основного персонала, включая налоги и сборы и все прочее, в зависимости от предприятия может составлять от 0,4% до 70% в общем объеме бюджета расходов организации. Поэтому от того, как мы спланируемся, достаточно сильно зависит, могут возникнуть у нас кассовые разрывы в организации или не могут возникнуть. Сможем мы вовремя платить заработную плату, налоги и прочее отчисление, или не сможем, и нас дополнительно штрафуют. Итак, структура расходов на персонал – это основные и дополнительные с точки зрения, скажем так, статей расхода бюджета именно в финансовом понимании. Основные – фонд оплаты труда, зарплата, премии, все виды надбавок, социальные выплаты, налоги, взнимаемые с сотрудниками, отчисления во все возможные фонды, которых на данный момент, насколько я помню, 30%, пенсионный фонд, ФОМС, ФСС, те, которые с этого года идут через налоговую инспекцию, которая уже научилась работать с теми, кто не платит налоги. И дополнительные затраты на персонал, корпоративные мероприятия, учебные пособия, медицинское обслуживание, страхование сотрудников обучения и повышение квалификации. Как вы думаете, поставьте в час, как вы думаете, какие из статей проще сократить в финансовой дирекции, когда на лицо наблюдается кассовый разрыв? Конечно, вот это. Конечно, это те вещи, которые будут медленно или быстро исчезать из соцпакета сотрудника, либо урезаться до приемлемых величин, тех, которые компания на данном этапе может себе позволить. И финансовая служба, финансовая дирекция, финансовый департамент, у кого как, достаточно жестко следить за тем, чтобы у компании деньги оставались всегда, потому что налоги, финансирование производства, финансирование разработки и все прочее – это святое. Если же посмотреть по структуре расходов на персонал с точки зрения работы с персоналом, то мы можем увидеть что? Мы можем увидеть тот же самый фонд оплаты труда с премиями, надбавками, выплатами, налогами, отчислениями. Дополнительные выплаты, необходимые как по законодательству, как оплата спецодежды, так и возможные выплаты мобильная связь, аренда автомобиля, другие выплаты. Это расходы на поиск, расходы на адаптацию, на аттестацию, командировочные расходы, связанные с внешним обучением, расходы на перемещение, выбытие и увольнение, подготовка формирования кадрового резерва работы с ним, расходы на развитие корпоративной культуры и корпоративные мероприятия, проведение профессиональных конкурсов, расходы на сопровождение кадрового документа оборота и расходы на содержание корпоративного учебного центра приобретения или изготовления методических пособий. Что я могу сказать, что даже в достаточно тяжелые времена, допустим, при централизации, моя предыдущая компания, поскольку кадровое делопроизводство централизовано в двух городах филиалов 54, расходы на сопровождение кадрового документа оборота, конкретно отправку трудовой книжки в нужный день увольняемому сотруднику, составляют очень немаленькую сумму. И расходы на развитие корпоративной культуры в компании, которая разобщена территориально для того, чтобы поддерживать единый дух, они тоже немаленькие, главным образом, потому что необходимо взаимодействие разных филиалов, потому что при взаимодействии разных филиалов в дальнейшем возникают прочные связи внутри организации, которые помогают работать уже по решению стандартных рабочих задач. Когда человек в телефонной трубке, это не безликий голос, а Семен Петрович из Нефтьюганска, с которым ты в прошлом месяце был на тренинге, определенные вещи решаются легче. Легче делятся профессиональными наработками, быстрее идет передача культуры, и компания чувствует себя дружнее и сплоченнее. Поэтому вот эти вот расходы, их надо закладывать, даже когда финансовая дирекция бывает достаточно против. Относительно расходов на содержание корпоративного учебного центра, тоже могу сказать, у нас в компании, как и во многих компаниях, есть понятие дистанционного обучения, и достаточно многие курсы реализованы на портале в формате дистанционного обучения. Это очень полезно, когда новый сотрудник приходит, и достаточно быстро его надо ввести в курс. Кроме этого, есть вебинары, которые проводятся регулярно отделом продаж по методикам продажи новых продуктов, по специфике продажи новых продуктов, по тонкостям различным, точно так же проводят вебинары другие подразделения. Эти вебинары повторяются, их может послушать любой свободный сотрудник. Это точно так же увеличивает количество обученных сотрудников, но тем не менее это представляет собой расходы, расходы на программу, расходы на сотрудника, который поддерживает данное обучение, расходы на методические пособия. Также у нас в компании реализована за 8 лет и так пришла к компании, что автоматически продолжают говорить у нас в компании. Также реализована адаптационная программа с папкой новичка, хорошая бумага, хорошая печать. То, что вручается новичкам, позволяет их почувствовать единство с компанией, в которую они пришли. Ну и теперь про структуре бюджетов управления персоналом по направлениям ответственности. Это бюджет подбора и адаптации персонала, бюджет оплаты труда, материального стимулирования, обучение, оценки, развитие сотрудников, корпоративные мероприятия и бюджет управленческих расходов HR-подразделения. Я уже немножко по поводу этого поговорила. А теперь мы можем посмотреть на пример очень хорошего по нашим временам бюджета HR-департамента, некая компания HMTL, которая, ну вот такая есть, нереальная, скажем так. То есть у компании есть и оклады, и премии, и материальная помощь, и подарки к юбилеям, и круглым датам, и корпоративные мероприятия заложены, и достаточно хороший соцпакет в АДМС, и по всему прочему, расходы на обучение, расходы на подбор, и дополнительно расходы на определенные нужды отдела или департамента по работе с персоналом, на обучение, на обзоры зарплат, которые позволяют удержать заработные платы в рынке при формировании бюджета, либо при формировании новой вакансии. Итого получается сумма, прямо скажем, достаточно немаленькая, обычно не очень радующая финансовую дирекцию. Какие статьи бюджета оплаты труда и материального стимулирования могут быть? Как мы уже видели, расходы на оплату труда по подразделениям, и социальный пакет, и компенсации сотрудникам. Какие маркеры могут показывать нам, что мы находимся в рынке, и у нас в компании все относительно хорошо? Это отношение средней зарплаты к среднеотраслевой, и в то же время отношение средней зарплаты к подразделению, к объему продаж, сравнение динамики роста средней заработной платы и динамики объема продаж, и индекс лояльности и удовлетворенности сотрудников. Но я честно скажу, что индексы лояльности и удовлетворенности, мягкие критерии, они достаточно сильно зависят от того, кто, когда, как, какими методами их меряет. Методы валидизированы или нет, и насколько четко отработана методика расчета. То есть считается ли это, большая ли выборка, скажем так, считается ли это правилом математической статистики, сколько вопросов в исследовании есть. Вот это некоторое отложение от темы. Теперь мы можем посмотреть на составляющие социального пакета, которые могут оплачиваться разным группам сотрудников. Это информация, которая взята с одного из рабочих порталов на тему, проводивший опрос на данную тему. То есть могут быть оплачиваться питание, фитнес-клубник, государственные пенсионные программы, ДМС, мобильный телефон, транспорт, другое. У разных грейдов в компании разное наполнение социального пакета, и достаточно много компаний работают по принципу кафетерия, когда сотрудник может выбрать те составляющие пакета, которые для него важны. Если мы посмотрим на годовой план бюджет предприятия по разделу ФОД, то мы можем увидеть, насколько подробен раздел ФОД по данному предприятию. То есть ФОД, отдельно прописывается за отработанное время, отдельно прописываются отпускные, отдельно прописывается компенсация за неиспользованный отпуск. Считается средняя заработная плата, отдельно прописываются выплаты социального характера, и считается доход на одного сотрудника. Дальше считается изменение годового плана, численность в том числе, Вывод численности в связи с расформированием филиала, ввод численности в вновь созданное подразделение, структура подразделений, включение вакансий, исключение вакансий, и того фонд заработной платы. Также считаются премии, считается оплата проезда в отпуск, считается рост числа стоимости путевок, поскольку это стоит у них, видимо, в программе материального стимулирования. И вот он итоговый фонд. Я могу сказать, что когда мы занимались расчетами бюджетов, у нас, кроме этого, дополнительно еще указывались отдельной строкой все расходы во все фонды, в том числе и налог на травматизм. Если говорить о следующем статье бюджета, статье бюджета обучения сотрудников, сюда может входить расходы на проведение корпоративных тренингов, расходы на участие сотрудников предприятия в открытых программах, расходы на внутреннее обучение, подготовка тиражирования материалов, конференц-сервис и командировочные расходы, связанные с обучением. Командировочные расходы могут быть очень немаленькими. На самом деле, когда у нас компания собирает на обучение директоров филиалов в город Москву, из города Иркутска, бюллет стоит порядка 50 тысяч. Поэтому при необходимости частично командировочные расходы можно поделить между бюджетами филиалов и бюджетом департамента по работе с персоналом. В этом мы дополнительно еще обсудим. Какие маркеры могут показать нам, что статьи бюджета обучения сотрудников осваиваются достаточно эффективно? Это результаты оценки персонала, достижения соответствующих показателей, результативности работ, количество внесенных предложений, количество реализованных предложений и соотношение числа работников, подготовленных для специфической деятельности, сопряженной со стратегическим развитием компании, к общему числу требуемых специалистов. По этому поводу могу привести следующий пример. Поскольку я работала в страховой компании, одним из направлений деятельности страховой компании является анди-райтинг. Это специфическая очень деятельность по оценке рисков. 2013-2014 год был у нас годом, когда достаточно сильно менялся директорский корпус в филиалах. Поскольку анди-райтеров мало, они централизованы, сосредоточены в головной компании. На местах надо проводить оценку рисков. Люди не очень хотят учиться на анди-райтера. Каким образом действовать? Наш генеральный директор предложил следующий простой, но, скажем так, реализуемый план. Мы договорились с институтом, который проводит обучение анди-райтингу на дистанционной основе. Люди, которые хотели обучиться этому, директора и заместители директора филиалов, подавали заявки. При этом было честно сказано, что если сотрудник сдает экзамен на больше чем 85%, его заработная плата увеличивается на 5000 рублей в месяц. Обучение шло три месяца. Обучение шло наполовину за счет работника и за счет организации. Могу сказать, на сдачу экзамена сотрудники летали в Москву. То есть это были командировочные расходы дополнительные. Обучение было не халявное, сдавать экзамен было достаточно тяжело, но престиж обучения был таким, поскольку в первую группу пошел директор IT-департамента, мотивируя это тем, что ему надо понимать, как рассчитываются риски, потому что IT-департамент разрабатывает для нас специфические продукты. Пошли сотрудники отдела департамента продаж головной компании. Престиж был высок, проведено было пять потоков обучения. В один из потоков обучения записался руководитель отдела рекламы. На вопрос, зачем, к сожалению, ответа получено не было, но ей тоже захотелось, но это вот тоже престиж обучения. И я могу сказать, что при постоянном обучении в компании, при культуре обучения, которое внедряет генеральный директор, люди сами стремятся обучаться. И даже не всегда за счет компании. Идем дальше. Здесь мы можем посмотреть на процент бюджета на обучение персонала, выделяемый для разных групп. То есть это то, что не... То есть мы видим, что топ-менеджеров компаний предпочитают учить достаточно много компаний, но менеджеров среднего звена специалистов и молодых специалистов точно так же учат многие. Причем есть очень хорошая фраза по этому поводу. Вы не боитесь, что вы обучите их, и они уйдут. Будет хуже, если они не обученные останутся. Я отвечу, я вижу. Сколько сотрудников сдали, я отвечу, я вижу. Дальше идем к статьям бюджета подбора и адаптации персонала. Это статьи бюджета какие? Это расходы на размещение информации о вакансиях, оплата услуг рекрутинговых агентств, оплата за наставничество, процедуры адаптации, командировочные расходы, если на подбор приходится вылетать для проведения собеседований в какие-нибудь города, ну и представительские расходы, они в основном идут при подборе топ-менеджеров. Маркерами могут быть количество вакансий и скорость закрытия вакансий. Относительно вот этих расходов я могу сказать следующее, что нам оказалось выгоднее работать с HeadHunter в формате «Вся Россия, все резюме, все вакансии», нежели с другими операторами, хотя по отдельным локальным городам дополнительно приходится подключать других операторов. Да, у меня вот как-то не очень... Отсутствие вопросов в чате меня немножко смущает. Пожалуйста, плюсики поставьте, кому пока все понятно, кого тем пречи и скорость, манера преподнесения информации устраивает. Спасибо. Спасибо. И здесь мы видим точно так же примерный процент HR-бюджета, который может идти на подборы найм определенных категорий персонала. Вот, честно говоря, мне, конечно, не очень... 17% не очень нравится, когда 80% бюджета идет на подбор топ-менеджеров в 17% компаниях, но это на самом деле действительно так, потому что смена даже одного директора филиала это всегда достаточно большие затраты. При работе рекрутерами компании, а при работе внешними провайдерами, я честно скажу, что за три года работы у нас отдела подбора и адаптации нам агентство выполнили три заявки. За это время сотрудники отдела подобрали более 60 директоров. Остальные вакансии я не беру и не считаю. Статьи бюджета корпоративных мероприятий, расходы на проведение государственных праздников, расходы на проведение корпоративных формальных мероприятий, неформальных мероприятий, конференц-сервис, кейтеринг-программу, сторонние организации, представительские расходы, ну и индексы, уровень посещаемости корпоративных мероприятий, индекс мотивации, вовлеченности, лояльности персонала. Вот первый пункт, я так понимаю, что многих может смущать, но моя бывшая компания Югория, она достаточно активна, это специфический округ Хмао-Югра, мы достаточно активно участвуем во всех праздниках, именно государственных, связанных с Днем Поведы и прочим. И филиалы точно так же в шествии к Дню Победы обязательно участвуют и прочие формальные, как бы государственные праздники тоже отмечают. Ну, Хмао это свой мир. В управлении статьи бюджета управленческих расходов HR-подразделения точно так же мы видим расходы на оплату труда, налоги, амортизацию оборудования, аренды коммунальной расходы, командировочные расходы, связь, транспортные, представительские, материальные, сторонние организации, обучение персонала HR-подразделения. У нас был распределенный департамент по работе с персоналом и аренду коммунальной расходы, мы тоже, нас тоже считали отдельно, отдельно, соответственно, на Москву, отдельно на Ханты-Мансийск, отдельно на Санкт-Петербург. Считалась связь, считалась командировочная, транспортная и все прочее. Ну, и теперь мы перейдем к очень замечательной, плотной и подробной теме, которая называется «Этапы цикла HR-бюджетирования». В цикле HR-бюджетирования есть два больших блока, связанных с большим количеством обрабатываемых данных и два блока с меньшим количеством обрабатываемых данных. Два тяжелых блока, которые возникают, это разработка бюджета и корректировка бюджета в случае необходимости. И два блока, связанных с оперативным контролем и отчетом об исполнении бюджетов, они выглядят поменьше, но на самом деле данных там бывает точно так же достаточно много. Я хотела немножечко рассказать еще о том, когда, на каких условиях возникает вообще HR-бюджетирование в организации. Если говорить про стадии развития организации, на формате зарождения бюджетирования как такового практически нет. Все расходы контролирует первое лицо, решения принимаются в текущем режиме, ключевые задачи HR – учет, подбор, корпоративные мероприятия. Мы бюджетируем, соответственно, отдельные проекты и отдельные мероприятия. На стадии роста. Денежный поток растущий, идет делегирование полномочий, идет инвестиции в развитие. Начинается постановка бюджетирования, планирования. Начинается быстрый рост численности и, соответственно, быстрый рост фуд. Идут сложности прогнозирования. Ключевыми задачами HR становится подбор, адаптация, корпоративная культура. На стадии стабильности. И, соответственно, бюджетируем мы больше всего вот эти статьи. Статьи обучения, они бюджетируются меньше, но, тем не менее, уже включаются. На стадии стабильности. Денежный поток стабильный. Возможно планировать, прогнозировать расходы. Основными задачами становятся повышение эффективности и оптимизация. И вот тут у нас возникает и оценка, и обучение, и мотивация планирования карьеры. Кадровый резерв, корпоративная культура, оптимизация численности. И все вот эти вот, и на все эти вещи при необходимости, при том, что это в компании принято и реализуется, либо находится в стратегическом плане, нужно закладывать деньги. На стадии спада денежный поток является стабильным, снижающимся, идет сокращение расходов, сокращение персонала. Ключевые задачи HR, сокращение численности, нематериальная мотивация, снижение разоград. Я могу сказать, что я поработала в компаниях на всех практически стадиях, находящихся на всех стадиях существования. Задачи бюджетирования на стадии спада, они достаточно печальны. Слайд тот. Так, хорошо. Каким образом проводится разработка бюджета? Разработка бюджета, расходы на персонал, происходит при составлении проекта бюджета, проверка адекватности, защита и утверждение его. Что надо для того, чтобы бюджет составить? Бюджетные нормативы, если они есть, планирование и сбор информации, откорректироваться и согласоваться. Есть три типа формирования бюджета. Есть формирование бюджета сверху вниз, когда бюджетные нормативы и показатели просто спускаются сверху подразделения. Туда, то есть как по сбору, как по продажам, сборам и прочим вещам, связанным с получением денег, так и по расходам. В результате возникает некоторое возмущение, связанное с тем, что нас не спросили, а мы хотели, а нам было надо. Но при этом, допустим, на стадии зарождения руководство с точки зрения стратегии виднее то, что надо. Если бюджетирование идет обратным образом, снизу вверх, основная работа по составлению бюджетов организаций начинается снизу. Подразделения высказывают то, что им надо. Это как раз характерно на стадии роста, на стадии делегирования полномочий. То есть подразделения говорят о том, что нам надо вот это, вот это, вот еще нам надо еще пять сотрудников, нам надо пройти вот этот тренинг, нам надо, 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 надо. После чего бюджет начинает проходить длительные согласования со всеми заинтересованными структурами. Еще до финансовой дирекции и при постепенно приходит к более-менее адекватной картинке. Поэтому иногда говорят, пишите больше на 20 процентов, лишнее обрежут. Я второй вопрос вижу по поводу слайда соответствующего информации. Что-то, что-то, чего-то не хватает. То есть это хотелось бы слать. И третий тип бюджетирования, который существует, это бюджетирование в формате встречного потока. Когда основные параметры спускает руководство сверху, а подразделения снизу, данные параметры, то есть параметры по расходам и параметры по сборам, не жестко закрепленные, но внутри них есть определенные, скажем так, лаги временные. Извините, Анна, и те, кто спрашивает, это, видимо, дополнительную информацию я добавлю. При этом, то есть вот при таком формировании бюджета, сверху вниз, снизу вверх и потоками встречными может быть жесткое централизованное бюджетирование, когда отвечает за все отдел персонала, либо финансовая дирекция, и спускает вниз все до запятой расходов, которые могут быть проведены, включая штатные расписания, либо нецентрализованное бюджетирование, когда филиалы и прочие подразделения бюджетируют свою деятельность, а потом они утверждают, а потом она утверждается. При этом ответственность за часть бюджета на обучение, допустим, остается на руководителя подразделения нижнего, и он может решать, куда это потратить. Часть ответственности остается на руководителя подразделения более высокого уровня. Что может происходить, если филиалам дать достаточно большой процент свободы? Я с этим сталкивалась, когда нам необходимо было минимизировать расходы на персонал. Некоторые филиалы пошли очень легким, простым и радостным путем. При бюджетировании расходов, поскольку я работала в компании, где было децентрализованное бюджетирование и формат восходящих потоков, некоторые филиалы при формировании бюджета на оплату труда, они просто не посчитали затраты, которые могут быть при выходе из декрета сотрудников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. За счет этого они просто перераспределили фод, что вызвало, за счет этого изменилась численность, они пришли к нормативной численности. Что это вызвало у финансовой дирекции? Закономерные вопросы связаны с тем, что вот, ну хорошо, вот сейчас так, через месяц у вас выходят два декретника, и вы будете брать им деньги на заработную плату. И подобные вопросы, которые возникают в филиалах при децентрализованном планировании, при децентрализованном бюджетировании, в конце концов, приводят обычно к тому, что возникают некоторые регламентированные, регламентирующие документы, например, руководство по бюджетированию. В таких руководствах фиксируются объекты и субъекты бюджетного управления, типы бюджетов, периоды бюджетирования, методики, подходы, технологии бюджетирования, этапы организации бюджетного процесса, процедуры и сроки бюджетирования, порядок согласования и утверждения бюджета, порядок контроля исполнения бюджетов, внесения и изменения бюджетов, распределения ответственности за исполнение бюджета. Таким образом, часть вопросов снимается. Если говорить дальше, то есть обязанности по оперативному контролю обычно берут на себя и как департамент по работе с персоналом, в виде штатного расписания и численности, и планфактный анализ, и финансовая дирекция. Корректировка бюджета при необходимости требует тех же шагов, то есть составления корректировки, согласования, обработки, консолидации, утверждения. К корректировкам бюджета приходилось прибегать не один раз, особенно в формате формирования штатных расписаний. Я помню, в 2011 году по сибирской дирекции я за год подготовила около 50 вариантов штатных расписаний по 8 филиалам. Это было как раз связано с корректировкой, когда рынок рос, люди уходили и на те деньги, которые были, людей нельзя было найти. Приходилось идти на изменение заработной платы, поскольку компания не грейдирована и приходилось привлекать людей с рынка. Соответственно, на статью вход приходилось переносить деньги из других статей, объясняя финансовой дирекции, зачем нужно, зачем это было нужно. Так, ну вот теперь мы уже, наверное, переходим к тому слайду, который участие отдела управления персоналом и бюджетированием. Это подготовка и согласование бюджета подбора и адаптации персонала, либо он будет централизованный по всей компании, либо он будет децентрализованный, часть подбирать будут подразделения на местах и на это будут нужны деньги. Подготовка и согласование бюджета оплаты труда материального стимулирования в определенных случаях, если входит отдел экономист по труду, подготовка штатных расписаний. У нас в компании это было именно так, в департамент по работе с персоналом входил экономист и, скажем так, трудился он достаточно много. Это подготовка и согласование бюджета развития обучения оценки сотрудников, подготовка и согласование бюджета корпоративных мероприятий, подготовка и согласование расходов HR подразделения. Каким образом департамент по работе с персоналом может усилить свою роль в компании при бюджетировании? Я могу сказать так, когда я пришла в компанию в 2008 году, я была единственным менеджером по персоналу, который занимался бюджетированием филиалов своих, скажем так, проверкой бюджетирования и подготовкой штатных расписаний. Потом эту функцию по итогу полностью отдали в департамент по работе с персоналом вместе с согласованием финансовой дирекции. Бюджет обучения, оценки и развития персонала из одного тренера вырос в департамент, вырос в полноценный отдел с дистанционным обучением. Подбор и адаптация персонала из двух человек выросли до пяти человек, причем подбирают централизованно на всю компанию по единым типам. Бюджет корпоративных мероприятий из типовых мероприятий съездов превратился в бюджет ряда стратегических сессий, которые проводятся для региональных директоров и заместителей региональных директоров. Из ряда сессий обучающих для директоров филиалов и ряда именно внутренних корпоративных мероприятий в разном формате. И теперь мы можем перейти к ключевым показателям результативности и эффективности HR службы для кадрового планирования и бюджетирования. Я взяла узкий кусок, который связан именно с управлением, подбором и выбытием персонала. У нас могут быть показатели результативности количества закрытых вакансий за период, количество закрытых вакансий из числа поступивших в работу, сумма затрат на привлечение персонала. Если говорить про адаптацию количества сотрудников, переживших испытательный срок, текучесть персонала на испытательном сроке, что особенно, наверное, значимо для общепита и розницы, текучесть персонала за определенный период. И выбытие персонала, где могут быть показателями относительно результативности текучесть персонала, количество уволенных по собственному желанию и затраты на выбытие и компенсационные выплаты. Эффективностью может быть время, за которое закрыты вакансии, качество квалификации и компетенции новых сотрудников, сумма затрат на привлечение планфакт для адаптации, это может быть сокращение испытательного срока, включение, выполнение плана по адаптации сотрудников, результаты анализа причин на испытательном сроке, результаты анализа причин выбытия. Относительно показателя результативности количества закрытых вакансий за период, я знаю организацию, где два рекрутера на один из филиалов. У них в работе 60 вакансий. Результативностью у них считается, как бы на срок на вакансию 60 дней они закрывают меньше. Как вы думаете, как они работают? Называется, не отрывая руки от телефона. Точно так же работают на массовом подборе. Какими показателями качества бюджетирования могут быть? Процентное соотношение факта исполнения бюджета к плану, процент отклонения план-факт по бюджету в целом, процент отклонения план-факт по каждой группе затрат в отдельности. Зачем нам это необходимо? Нам необходимо это для того, чтобы мы могли более точно, более точно в следующем году планировать на этапе, на этапе формирования бюджета. Потому что страна у нас, честно говоря, не всегда предсказуемая, и политика тоже непредсказуемая. Достаточно сложно оценивать различные факторы, связанные с изменениями курса. Но закладывая, называется, закладывая плюс 15% лишнее срежут. Они живы, на зарплате не сказывается. Это, не могу сказать, что это эффективно. Именно потому, что пойдет, именно потому, что идет выгорание. Что дополнительно могу сказать? Дополнительно могу сказать, что бывают ситуации, когда бюджет запланирован жестко, и нельзя подвинуться никуда. Бывают ситуации, когда бюджет можно перераспределять, и это более удобно для компаний, но менее удобно для финансистов и для компаний, которые находятся в нестабильном периоде. При планировании необходимо учитывать цели и задачи компании, анализ рисков, учитывать экономические прогнозы, обзор заработных плат. Давайте я на вопросы по этому блоку отвечу, если они есть еще. И перейдем к блоку, который связан с... И перейдем к блоку, который связан с... Про 80% Сейчас отвечу, Екатерина. В первом потоке из 10 человек больше 80% встали 7%. В следующих потоках были разные цифры, там от 15 до 20 человек обучалось, но стабильно человек 5, 6, 7. Они выходили за планку 80%, им действительно повышали заработную плату. Дело в том, что там не массовый подбор. То есть там вакансии разные сами по себе, и это достаточно сложно. Ну да, 8, 10 на 20. Так, стоп, стоп, стоп. Я немножко промахнулась. Так, про показатели кадрового бюджетирования поговорили. И про критерии оценки деятельности службы управления персоналом, которые вытекают из того, что я рассказала. Это экономия средств компаний за счет обеспечения подразделений оптимальным количеством требуемого качества персонала, удовлетворенность персонала условиями труда, оптимизация расходов или минимизация расходов на обучение, уровень соответствия персонала необходимой компетенции и число претендентов на одну вакансию в рамках работы с HR-брендом. Вау! Вау! Что вы имеете в виду относительно маркеров, Санна? Так, давайте я... Вопрос оставим, потом дополнительно ответим. Ну и теперь переходим к еще более интересному вопросу, связанному с KPI. А скажите, с KPI, кто работает? Поставьте там единичку точно так же, кто работает и кто не работает с KPI. Замечательно, то есть примерно так же, половина на половину. А когда, то есть, ваша деятельность... Так, я неправильно немножко сформулировала вопрос, давайте так сделаем. Люди, деятельность которых оценивается по KPI, поставьте, пожалуйста, нолик. А люди, которые не оцениваются, девять. А вот если люди оценивают еще и других, поставьте восьмерку. То есть, я думаю, вопросов у нас, соответственно, по этому вопросу будет много. Что такое KPI? А кто разрабатывает? С тем я с удовольствием пообщаюсь дополнительно, потому что у меня тоже есть вопросы. Хотя я и работала по KPI, и помогала разрабатывать по KPI, но с коллегой всегда приятно пообщаться. Значит, что такое KPI? Кому для чего они нужны? Ну, насколько я понимаю, все помнят, что KPI, там пришли с запада, это один из кусочков методики сбалансированных показателей, которые показывают то, насколько хорошо в организации существуют и простроены определенные ситуации. То есть, первое, сформирована главная цель, описан предприятие, рынок и продукт, и есть перспективы, взгляды на финансы, на клиентов, на процессы, на развитие. Вот там же, где развитие, четвертое, нижнее, это персонал. То есть, развитие и персонал. Цели должны быть описаны, и тогда видны перспективы. Есть такая неудобная вещь, что когда есть определенный бардак, связанный с персоналом, цели более верх... перспективы более верхнего уровня отображаются плохо. То есть, если бардак с персоналом, плохо с процессами. Если хорошо с персоналом уже и относительно хорошего с процессами, надо выстроить отношения с клиентами и с государством. Есть... И только после этого можно двигаться уже к финансовой цели. Да, Александра, я вижу. TPI – это градусник. Это цифра, которая показывает, насколько правильно мы двигаемся к целям, которые у нас могут быть, соответственно, проектные, процессные и целевые. Без этого я не могу сделать презентацию еще на 20 страниц. Я понимаю вас. Но и читать только то, что написано на слайдах, считаю тоже не очень хорошо. Я подумаю о дополнительных материалах, которые есть. То есть... Так, все. Ушла немножко. Показатели эффективности TPI имеют ценность как управленческие инструменты, даже в том случае, если они не связаны с системой примирования. И более того, до того, как связывать их с предсистемой примирования, надо проверить, что они разработаны правильно. Что они отражают действительно необходимые вещи. Для этого цели компании должны быть определены, как я уже сказала, и каскадированы на подразделения по этим четырем направлениям. И эти же цели должны быть каскадированы до каждого работника, чтобы каждый работник имел понимание вот в каждой из целей, какая задача стоит у него. Какие вводные данные необходимы для разглашения, для разработки TPI? Стратегический, тактический, оперативный, области ответственности обязательно. Только после этого мы получим показатели эффективности. Посмотрим на разработку TPI на примере дирекции по управлению персоналом. Область ответственности. Обеспечение бизнеса человеческим ресурсом в необходимом количестве необходимого качества. результаты. Штат укомплектован, компетентность персоналом соответствует требованиям. Есть еще такая вещь, как жесткие, хорошие жесткие и мягкие критерии. Штат укомплектован, жесткие критерии. Процент укомплектованности штата, вот он, цифра. А компетентность персонала соответствует требованиям. Это более мягкий критерий, надо думать, как его мерить. Показатели эффективности, укомплектованность посчитается так, и производительность мы, то есть, мы можем посчитать вот таким вот способом. ССЧ, для тех, кто далек от кадрового дела производства, среднесписочная численность. Если у нас область ответственности, оптимизация затрат на персонал, то результатами будет размер фод, соотношение фотооборота и то, что темпы фод не превышают темпы роста оборота. Показателем эффективности будет фод, доля фод в обороте и динамика фод. Как сбалансировать показатели? Для чего это делать? Вот у нас область ответственности обеспечения бизнеса человеческим ресурсом необходимым количеством, необходимого качества. Основной показатель укомплектованность штата. Но мы все прекрасно понимаем, что укомплектовать штат магазина продавцами, консультантами за 40 тысяч легко и просто. укомплектовать штат на другие деньги будут стоить из определенных усилий. Поэтому дополнительно должны быть балансирующие показатели, которые помогают понимать, мы основного показателя достигли. А что нам это дало? Дало ли это увеличение выработки? Дало ли увеличение доли фод в обороте? Дало ли нам увеличение динамики фод? Кому? Кому слайды? Ну и вот можем посмотреть на примере сбалансированности показателей. Если необходимо обеспечивать бизнес человеческим ресурсом в количестве, то основное это укомплектованность штата и балансирующие показатели выработка и доля фод в обороте. Если это необходимое качество, то это выработка как основной показатель. А дополнительные балансирующие динамика фод и доля фод в обороте. Если нам необходимо обеспечить определенные оптимальные затраты, то основными показателями будут динамика фод и доля фод в обороте, но балансирующий все равно будет укомплектованность штата. Потому что мы можем все это хорошо очень выполнить, но при этом у нас укомплектованность штата будет 30%. Если мы говорим о создании условий для эффективного использования человеческого ресурса, то основным показанием KPI будет выработка и дополнительным и балансирующим показателем будет динамика входа. Я говорю об общих KPI, управления дирекцией отдела по персоналу, которые для конкретной должности могут быть каскадированы соответствующим образом. Да, Александра, да, тема, непростая тема, непростая тема для визуализации. И теперь мы еще раз возвращаемся к цели. Каким образом мы можем определить, достигнута цель или нет? Все ли вы... Так, сейчас, извините, пожалуйста, я вернусь к предыдущему слайду. Для чего нам надо сбалансировать показатели? Каждый показатель по-хорошему должен иметь определенный вес. Мы не можем поставить 10 показателей с весом 0,1. Сотрудник и любой сотрудник, и я, и вы в том числе, просто не будет понимать, что ему, собственно говоря, делать, какая из задач наиболее важная. Это... Илона, вижу вопрос, я чуть-чуть... Мне потребуется дополнительную литературу посмотреть, я отвечу потом, найдите меня в Фейсбуке. Значит, теперь возвращаемся к цели. Как можно определить, достигнута цель или нет? Цель можно... То есть не всегда цель у нас определить... Можно только по KPI определить. Иногда для достижения цели часть вещей не надо выводить в KPI, и можно ограничиться смарт-задачами. То есть смарт-задачи, все помнят, что это такое, вот оно еще раз прописано на экране. Каким образом устанавливаются целевые значения KPI? Есть замечательный способ, называется «Я так хочу» или «Улыбка генерального директора». Целевое, когда целевое значение отражает амбиции, стремления и желания лица, принимающего решения. К сожалению, это не всегда возможно. И все-таки лучше при установлении целевых значений KPI исходить из стратегии, исходить из бюджетных показателей, исходить из экспертных показателей, либо из показателей, отражающих улучшение или best practice. Относительно я так хочу... Я могу рассказать историю, когда KPI были поставлены по продажам одного из страховых продуктов на страховую компанию, причем поставлены были в формате. Пока этот KPI не будет достигнут, никто премии не получит. Премию получили на четвертый месяц. Но продавали данный продукт всем, включая департамент по работе с персоналом. Ну, просто для того, чтобы его достичь, а его очень хотелось достичь, продавали продукт все, благо он был не тяжелый. Тридцать девятый. Этот? Татьяна, текучесть персонала, она параллельно и по другим причинам увеличивалась. Премия была уменьшена на... Ну, скажем так, я немножко неправильно рассказала историю. Премия была уменьшена на 5% всем с обещанием вернуть, как только задача будет выполнена. Да, премию вернули, поэтому продавали все. Да, и проанализировать было бы интересно, но там на самом деле были дополнительные факторы, и анализировать пришлось бы слишком много. Да, результативно. Результативно. Зато служба персонала поняла, что такое работа в поле. Да, буква К – это в этом варианте Р. Извините, пожалуйста, это опечатка. Ну и самое главное, что не стоит ожидать достижения поставленных целей в выполнении целевых показателей от людей, у которых нет соответствующих полномочий. То есть вот в этом же примере с уменьшением премии всем подразделениям, но не могли, но не могли некоторые подразделения повлиять на этот KPI. Не могли. Терпели, молчали. Терпели, молчали, мучились, да, но сделать ничего не могли, кроме агитации. Хотя нет, агитация друзей, знакомых и всех прочих за приобретение продукта была проведена. Дальше, нет, дальше генеральный понял, что этот уровень продаж на этом продукте не будет поддержан. То есть уровень, уровень был снижен, был положительная часть, была отрицательная часть. Ну да. Ну и вот чек-лист при разработке показателей KPI. Показатель отражает цель, его легко посчитать. Показатель соответствует областям ответственности. Алгоритм расчета показателя определен. Вы уверены, что по окончании периода вам будут доступны все данные для расчета фактического значения показателя. Причем данные будут доступны не так, что они вот где-то там в уголочке запрятаны, а они есть в системе управленческого учета, и их видно. Точно так же, как алгоритм не на листочке где-то там спрятан. Алгоритм определенно известен. Балансирующие показатели разработаны, и у сотрудника, на котором установлен показатель есть полномочия, и это его область ответственности. И результат, который измеряет данным показателем, имеет ценность для других подразделений и бизнеса в целом. Собственно говоря, это все. Уважаемые коллеги, я уложилась во время. У нас еще осталось время на вопросы. Хотя такое впечатление, что пошел просто перегруз информации. Вопросы? Александра? Или я Александра прошу? Елен. Слайд, где много статей. Ну, относительно слайда, где много статей, в прошлый раз у нас уже отвечал Александр на этот вопрос. Вопрос больше философского, эффективно поручать планирование бюджета специалистов, не имеющих экономического образования. Я сейчас попробую ответить. Видите ли, мы можем поручить формирование бюджета целиком и полностью финансовой службе, но не количество персонала, которого надо привлечь к этой работе, количество сотрудников финансовой службы вырастет раза в три. Первое. Второе. Определенные вещи, про которые мы, про которые люди, работающие с бюджетами, знают и с численностью тоже, придется дополнительно объяснять экономистам. Необважность, нужность, а вы меня извините, я очень люблю экономистов, постоянно работаю на стыке HR и финансовой дирекции, но компетенции данных сотрудников, они иногда могут, и менталитет иногда могут быть описаны словами, снега зимой не выбросишь. Про сотрудничество, разделение зоны ответственности полностью согласны. Наталья, бывает так, бывает так, бывает по-другому. Расходы на фото у нас бывает, планирует директор филиала, потому что он знает, кому и как понять, но это возникает, когда нет четкого понимания грейдов, индексации заработной платы, нужно удержать ценного сотрудника и так далее, и тому подобное. Обычно, да, обычно есть отделы организации труда и заработной платы, и они с финансовой службой сотрудничают. Вот у нас финансисты на самом деле при всем богатстве выбора чаще всего имеют решающее значение. Содержание по персональщикам, потому что финансисты еще меньше, чем мы знаем, чему может потребоваться учить директоров филиалов, допустим, в октябре следующего года, из-за изменений рынка, из-за изменений законодательства, а страховой рынок, он один из самых регулируемых рынков наравне с банковским. И, то есть, экономисты тут смогут помочь еще меньше. Потому что, допустим, была ситуация, когда вдруг в одночасье распоряжением Центробанка сотрудники компании стали обязаны проходить специфический инструктаж, связанный с отмыванием преступных средств. Тут, которые банковские сотрудники проходят все, а страховщики до этого проходили только директоратом. Обучить 1700 человек. Как? Получилось только дистанционно благодаря тому, что отдел обучения определенное свое время, полторы недели, затратил вместе со специалистом, который курирует этот блок отмывания, вместе со специалистами безопасности. Причем ситуация, называется, возникла одномоментно. Не стоит вводить KPI просто так. Понимаете? Татьяна, у нас каждое подразделение, тут немножко не такая ситуация, каждое подразделение защищает, каждое подразделение бэк-офиса, скажем так, каждый центр расходов защищает свои затраты перед финансовой дирекцией, каждый центр дохода и каждый центр эмоционального дохода защищают сборы, господи, продажи и затраты перед генеральным директором, перед региональным директором, перед финансовой дирекцией. Не надо вестись на вот эту вещь просто потому, для того, чтобы вестись без четкой стратегии компании. Татьяна совершенно верно пишет, то есть надо посмотреть, во что выльется введение KPI материально и тем более не надо привязывать ее к заработной плате сразу. Нормы распределения бюджетов по статьям? Это зависит действительно от целей и задач бизнеса, потому что при бюджетировании на разных стадиях развития есть изменения определенные, как бы я говорила уже об этом, но фото это всегда основной, к сожалению, норматив. То есть расходы на фото они всегда наиболее крупные. А тогда центр финансовой ответственности идентичен сейчас сформулирую. Центр прибыли часто идентичен подразделению. Центр затрат точно так же идентичен подразделению. СП расшифройте, Татьяна, в чате, пожалуйста. Я не понимаю, я ответила вам или нет. Да, да, да. Но немножко более сложная система. Есть определенные крупные подразделения общие для всей компании. Есть региональные подразделения, отвечающие за продажи, в которые входят филиалы. Соответственно, для филиала путь защиты он длиннее. Филиалы не защищают бюджеты. Объединенный бюджет укрупненный дирекцией защищает дирекцию. Но там идет информация по каждому филиалу. Практически по каждому человеку. да, Екатерин, я согласна. Обязанностям ответственности КПА всех сотрудников компании не может зависеть только от маржи, потому что люди поддерживают процессы другие. Но просто надо понимать, каким образом они в этом в этой марже в скажем так достижении доли этой маржи где их цель, где их процесс, которым влияя на который они могут помогать выполнить эту цель. Он может быть проектный, он может быть процессный цель. Они могут сопровождать процесс и делать его делать так, чтобы сопровождалось оно должным образом, как допустим делает бухгалтерия. Они таким образом поддерживают маржи. Да, я согласна декомпозиция. Декомпозиция цели неправильно была проведена. Ну понятно. Премия привязанная, премия привязанная к КПА классика жанра, особенно для торговых компаний.